Путин финансирует целый террористический альянс, а при этом спокойно разъезжает по Киргизии, каких-то коней и юрту получает в подарок. Что вообще происходит? Насколько опасны сейчас все эти тенденции? Я Ирина Узлова и со мной Ольга Курносова, российская оппозиционерка и политический аналитик. Ольга, здравствуйте, рады вас приветствовать у нас. Агрессор России инвестирует в зло, поскольку Москва рассматривает его как инструмент запугивания общества в развитых государствах. Об этом говорит Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента Украины. Он отмечает, что Российская Федерация сейчас просто-таки финансирует, поддерживает, спонсирует террористическую ось зла, которая совершает преступления по всему миру. В нее входят, в частности, террористы Хамаса и Хизбаллы. Мы об этом с вами прошлую неделю также уже начинали разговор. Говорит, есть целый-таки консорциум различных террористических организаций. Прав, Подоляк? Абсолютно прав. Под это уже есть доказательства. Если на прошлых выходных мы с вами разговаривали о тенденциях, о том, что нам просто представляется наиболее вероятным из анализа тех событий и тех фактов, которые нам известны, то теперь просто есть конкретные факты, что буквально за несколько дней до нападения на Израиль через криптовалютную биржу Грантекс палестинские террористы получили 90 миллионов долларов на свои счета. с эту биржу, связываясь с ФСБ, такой известный достаточно человек, коллег-феортистов. Соответственно, именно с ним и эта биржа и связана. Вот это расследование, такая группа есть, досье, центр досье выпустила это расследование буквально вот несколько минут назад я про него прочитала. То, что Кремль финансирует террористов, можно уже считать доказанным. Ну и, конечно же, безусловно, кремлевские аналитики участвовали в планировании этого нападения, в планировании самой тактики насыщающего террористического нападения. Ее разрабатывал известный кремлевский аналитик Сергей Переслегин, он не широко известен, гораздо менее известный, чем, к примеру, Тимофей Сергеевцев или Федор Лукьянов. Конечно, он менее известен, но, тем не менее, он 15 лет преподавал в Академии ФСБ, и вот он разработал как раз концепцию насыщающего террористического нападения. Если мы про нее прочитаем, то то, что мы наблюдали, очень похоже на первую фазу такого нападения. Поэтому, на мой взгляд, то, что самый главный разработчик этой атаки – это кремль, на мой взгляд, в этом нет никаких сомнений. Учитывая, что, исходя из данных этого исследования, сегодня тоже уже вспоминала его в эфирах, ссылаясь на Wall Street Journal, которая обратила внимание также на это расследование, что это далеко не один месяц, не один год, даже не два года происходило это насыщение деньгами преступными, преступной такой же террористической организации. То есть это все, видимо, планировалось в парадигме больших войн на разных континентах, в частности, пока длилась уже та война, которую Путин 10 лет назад против нас начал. И вот он так себе как бы грунт готовил к тому, чтобы отвлекать маневры и разжигать костры в разных регионах мира. Я правильно понимаю? Это все не одного дня концепции. Абсолютно верно. Вот эти теории начал разрабатывать Переслегин еще в конце 80-х. Первые статьи у него появились в 98-м году, а уже, скажем, в Академии ФСБ он преподавал с 2003 года. Ну вот и считайте, что вот в этом самом 2003 году, значит, это стало интересно уже ФСБ. И с этого момента началась разработка этих планов внутри ФСБ и внутри администрации президента. И я напомню, что в 2006 году Хамас вполне себе встречалась, и Путин приглашал их в Москву, официально приглашал в Москву. Он говорил нам, что Хамас выиграл выборы. Не напоминает историю вот с этими там всякими, кто там был, Захарченко, Блатницкий и прочими, да? Они у Путина тоже, по-моему, выборы выигрывали. Вот и с Хамас примерно та же история. Соответственно, они приглашали их в Москву, а Лавров с ними совершенно официально встречался. Поэтому тайно им переводили деньги, готовили боевиков, а легально встречались с ними в Кремле, как будто это действительно люди, которые являются политическими организациями, а не террористическими. Я напомню, что Хамас до сих пор в России, в отличие от ФБК, например, террористической организации не признан. Фонд борьбы с коррупцией, я имею в виду, Навального, который признан экстремистской организацией, в отличие от Хамаса, который террористической организации не признан. Ну, а как же можно? Это конкурентов можно убить, посадить тюрьмы, признать террористами, а подельничков так-так-так, не гожешь, как-то будет. Но МИД Российской Федерации говорит, что мы с вами спекулянши. Ну, они говорят, что все спекулируют, это я так сейчас шутки ради, что все спекулируют и не правы, потому что Россия не заинтересована и не причастна. А Путин выезжает на коне, подаренном, наверное, в Бишкеке, потому что именно там вот это делает заявление, и говорит, готов быть посредником в израильско-палестинской ситуации и конфликте, как они никогда войну войной не называют. Видите, вот посредником хочет быть. Потрясающе, да. То есть как бы мы сначала профинансируем все это, устроим то, что нам нужно, а что нам нужно, а нам нужно повышение цен на углеводороды. Они, кстати, подорожали где-то процентов на 6, по-моему, уже в результате этого конфликта. Так что когда там ищите, кому это выгодно, совершенно очевидно, что Россия это выгодно. Поэтому Путин не дождется, а уж кто-кто, а он точно не будет посредником в этой истории. Да и я думаю, что пока Израиль не ликвидирует «Хамас» как класс, вряд ли вообще какие-то посредники Израиля понадобятся. По крайней мере, когда мы видим те танки, которые стоят у «Газы», мне кажется, намерения такие весьма серьезные. Но я хотела вас, знаете, сама спросить. А вы обратили внимание, как много именно женских историй героизма в этой войне? Да, как девушка отбила кибуца от террористов, как другие девушки отбили морское нападение террористов. Вот прямо, знаете, вы раньше говорили, у войны не женское лицо, а вот у этой войны это женское лицо. Но со стороны добра, со стороны Израиля. Да, кстати говоря, есть такие моменты. Какие это сигналы также посылает и мировому сообществу, которое, ну, Соединенные Штаты помогают, активно заявляют, но пока мне кажется, что мир наблюдает, да, вот наблюдая те ужасные геноцидные акты боевиков, наблюдая вот такое, что у «Израильской войны», причем молодое женское лицо, и не только лишь. Какие это сигналы посылает? Ну, на мой взгляд, когда мужчины не в состоянии сохранить дом и в безопасности, то тогда за оружие берутся женщины. Конечно, мир изменился за эти последние, там, не то что сто, там, даже за 20 лет. И женщины гораздо в большей степени сейчас отвечают за самих себя и за окружающих, за семьи, за тех, кто им дорог. И они готовы вот этот свой мир, светлый мир, отстаивать с оружием в руках. И я уверена, что террористы хамасовские в жизни бы не догадались, что им готовы дать отпор женщины. А нет, получите. И, вы знаете, это видно, кстати, и в той же российской оппозиции, да, когда все рушится, самыми стойкими оказываются женщины. Потому что, когда ты понимаешь, что отступать некуда, за тобой дети, за тобой дом, за тобой все то, что тебе дорого, ты готов идти до конца, в том числе с оружием в руках. И в Украине я же тоже вижу, тоже именно эти нотки, да, когда женщины готовы идти до конца для того, чтобы спасти свою страну. Ольга, я думаю, что Бенемин Даньяху, премьер-министр Израиля, он, конечно, тоже его ознакомит. И он видел вот это расследование, досье, по крайней мере, публикации, его стрит-джорнл. Скажите, пожалуйста, как вы полагаете, после или уже сейчас, во время того, как будет длиться война, после победы Израиля, мы на это надеемся и поддерживаем, перестанет Бенемин Даньяху поглядывать в сторону Кремля. Понимает ли он, что вот такое, порой, периодическое смещение туда вектора его, ну и внутренней политики, это тоже все привело к тому, что мы наблюдаем сегодня. Да, пусть Израиль будет со всем этим разбираться после победы однозначно, но, тем не менее, сами израильтяне вопросы уже задают. Ну, все те, кто пытаются вести дела с Путиным, они должны уже убедиться, как только ты начинаешь с ним вести дела, так твой конец физически или политически уже не за горами. Если посмотреть сегодня те рейтинги, которые имеет Даньяху, то мы увидим, что, скорее всего, он просидит на своем кресле ровно до того момента, как Израиль победит в войне. А когда он победит, вряд ли Даньяху это кресло сохранит. И в том числе, благодаря своей дружбе с Путиным, который, несмотря на эту дружбу, поддержал Хамас, причем открыто поддержал Хамас, даже ни один мускул не дрогнул. Ну, правда, что мы удивляемся на этого человека, который убивает, как дышит. Поддержал Хамас и даже не выразил сочувствия Израилю и своему, ну, как ему казалось, близкому, недалекому от него человеку, Нитаньяху. Кстати, Нитаньяху много сделал для того, чтобы поддержать здоровье Путина. Именно когда Нитаньяху приходил к власти, израильские врачи достаточно серьезно брались за здоровье престарелого российского диктатора и, может быть, даже и спасали его. Но, что называется, оказанная услуга не услуга, поэтому если Путину нужно пытаться уничтожить Израиль, он пытается это делать. Да, он так и благодарит, у него вот такая благодарность террористическая и кровавая. Но пока Нитаньяху сидит в своем кресле, он сидит, стоит, делает заявление и активно возглавляет все-таки движение против боевиков, террористов кровавых. The Guardian пишет, что премьер-министр Израиля Нитаньяху заявил сегодня военным, что вот он, наступает следующий этап. По крайней мере, такое заявление сделал на видео, которое опубликовал его офис. Ну, мы так понимаем, что вопрос о наземной операции, он, это вопрос буквально уже нескольких часов, если не минут, когда она начнется, какие процессы она запустит, Ольга, и кто открыто может выйти на эту арену израильской войны, тот, кто еще сидит кулуарно или думает, что, может, не заметили, что он спонсировал, финансировал? Ну, смотрите, все-таки мы вот тоже недавно прочитали, что сейчас Израиль изучает, насколько мирное население покинуло газу и насколько можно начинать наземную операцию, потому что с точки зрения военной они полностью готовы, но с точки зрения все-таки ущерба мирному населению пока еще это решение не принято. И, собственно, мы видим, что Египет достаточно с небольшой скоростью пропускает людей через пропускной пункт. И вообще сказал, что беженцев он не собирается принимать, некоторых, по крайней мере. Поэтому ситуация достаточно такая непростая. И мне кажется, что, возможно, операция начнется немного позже. Ну, кстати говоря, обращаю внимание, что Хамас-то кричал изо всех сил и даже все эти официальные послы Палестины говорили, что нет, никто не покинет, это наша земля. Но, тем не менее, действительно люди тянутся и пытаются покинуть сектор газа. Поэтому я думаю, что это займет просто больше времени. И наземная операция начнется не в ближайшие часы, а, мне кажется, там, условно говоря, в ближайшие дни. Потому что за 24 часа, как хотели, израильское руководство не сможет такое большое количество людей выйти из газа. Поэтому немножко, я думаю, сдвинется. Ну, а что касается тех, кто будет известен, ну, вот видите, уже центр досье деньги нашло. Уже у какого-то арестованного боевика нашли план на арабском языке. Я думаю, что все больше и больше документов всплывет, и все больше не просто стран, которые в этом участвовали, но и конкретных фамилий планировщиков будет всплывать. Потому что потом этих адресованных будут допрашивать. Да, я почти уверена, что среди инструкторов будут и россияне, наверняка это вагнеровцы. Я думаю, что и какие-нибудь планировщики российские тоже пофамильно всплывут. Так что мы скоро узнаем и увидим очень много доказательств. Поэтому Путин пускай не расслабляется. И то, что вчера произошло в ПАСЕ, это только начало. Да, да, сейчас об этом и поговорим, а здесь вот закрывая. А мы увидим, ПАСЕ признала то, что в России диктатура. Ну, конечно, лучше поздно, чем никогда. Все равно это уже, это признание, это неплохо. И признали не только лишь Россию диктатуру, а Путина нелегитимным призывает ПАСЕ признать по истечении нынешнего его срока. Ну, понятно, что он никуда не собирается, но вот признают ли тоже нелегитимным открытые вопросы, как много, а будет ли наказаны вот эти все нелюди, которые причастны к спонсированию таких террористических организаций, эти режимы, потому что мы же видим, что именно бескарность и порождает то, что это зло множится, и оно действует открыто, оно видит, что ему не препятствуют. Ну, говорят, что беспокоены, но санкции вводят, они их обходят. Лиран больше 40 лет живет под санкциями и действует, действует, действует. Их остановят или будут все-таки пока смотреть обеспокоенно со стороны? Ну, смотрите, Путин вот только что на Валтайском форуме заявил, что универсальные человеческие ценности нам не универсальные, не человеческие, нам плевать. Вот тут Запад, понимаешь, считает, что человек имеет право на жизнь, что существует права человека, которые нужно соблюдать, что у человека должны быть свободы всевозможные. А вот России на это наплевать с высокой колокольней. Более того, он призывает к тому, чтобы человечество не рассматривало эти ценности в качестве универсальных. К чему это приведет? А вот это как раз и приводит к тому, что под этими лозунгами можно разрушить вообще, собственно, саму основу существования человечества. Вот это насыщающее террористическое нападение, которое мы только сейчас, первый акт, или даже, может быть, первую картину первого акта мы увидели сейчас в Израиле, да, как говорят некоторые. Не мы заглянули в бездну, это бездна посмотрела на нас, и это правда, это так и есть. Потому что когда ты отрицаешь то, с чем уже все давно согласились, разные страны с разным развитием демократии, но под всеобщей декларацией прав человека подписалось огромное количество стран. Не только то, что называется страны-члены НАТО или члены Евросоюза. Нет, гораздо большее количество, почти все страны планеты Земля там подписаны, потому что понимают, что если не будет каких-то базовых договоренностей, то можно делать все, что угодно. Получается даже не право сильного, а право того, для кого недорога жизнь. И современная западная цивилизация, она наиболее узвима, когда на нее нападают те, кому человеческая жизнь абсолютно недорога. А не жизнь своих граждан или соплеменников, или даже соратников по оружию. И, конечно же, жизни мирных, неважно кого, израильтян, украинцев, всех кого угодно. И это действительно то, против чего борется современная Россия. И в этом смысле Путин, сегодняшний Путин, он гораздо хуже, чем Усама Бен Ладен. Потому что по взглядам он примерно такой же, как Усама Бен Ладен. То есть для него главное разрушить современную западную цивилизацию. А по наборам инструментов их у него гораздо больше, чем у Усама Бен Ладена. Все-таки Россия большая страна с углеводородами, с ядерным оружием, с большим количеством населения, которое можно бросать в любую войну, как в топку это самое население. И поэтому должен цивилизованный мир понять, что сегодня Путин представляет гораздо большую опасность для человечества, чем Усама Бен Ладен. Его вопрос стоит даже не в том, признавать или не признавать его выборы. А вопрос стоит в другом. Как долго мы готовы его терпеть? Это самый главный вопрос, который должен встать после произошедших событий. А задают ли его себе все больше стран цивилизованного мира? И есть ли у них ответ на него? Ну вот да, Пасси признала, Россия диктатура. Но тоже смотрите, Россия, не Путин диктатор. Это не звучит. Почему? Ну, они двигаются последовательно. Поэтому то, что мы говорим, это очень важно. Вот такие вещи надо проговаривать. Сразу это не произойдет. Сначала нужно проговорить какие-то слова, потом написать аналитические доклады, потом эти доклады прочитают. Потом об этом будут говорить не только на вашем канале, на других каналах, не только в Украине, но об этом наконец-то начнут постепенно говорить в Брюсселе, в Париже, в Берлине, в Вашингтоне. И тогда уже, может быть, начнут приниматься и политические решения. То есть сначала общественное мнение должно проникнуться вот этой простой мыслью, что Путин грозит смертью всему человечеству, грозит разрушением нашей планеты, на которой мы живем. Потому что она очень хрупкая на самом деле. А ядерное оружие, которого у России полно, и даже неважно, какое из них работает, не работает, того, чего осталось достаточно для того, чтобы планету просто уничтожить. И просто почитать вот эти статьи про насыщающие террористические нападения, про то, как нужно сначала уничтожать мирное население, потом запустить какое-нибудь бактериологическое оружие, потом уже военными формированиями захватить атомные станции. То есть это просто некий сценарий уничтожения западной цивилизации. Вот это надо прочитать, ужаснуться и понять, что Путин — это не просто какой-то смешной старикашка невысокого роста, как нам говорят, ой, да он больной, да он вот-вот умрет. Да он может перед тем, как умрет, нас всех уничтожить. Поэтому надо к этому относиться серьезно. А тем временем еще есть Северная Корея, есть Китай, у них есть тоже запросы на соседние них территории, но они вполне считают, что это их. Есть еще союжная Корея, Тайвань, конечно. Они наблюдают вот новая война в Украине. Десятый год идет, 20 месяцев почти полномасштабно. Теперь война в Израиле. Они думают, ну а нам бы чего не подключиться и не реализовать, да? Ну, это само собой, но я еще раз повторяю, что война в Украине и то, что происходит в Израиле, это не война за территорией ни разу, нет. Война в Украине — это борьба за то, чтобы вся Украина перестала существовать такой, как она есть сегодня. То есть, конечно, Путину устроила бы Украина, которая была бы под властью Януковича или там Медведчука. То есть такой кремлевской марионетки. Что скажут, то и делают. А вот эта независимая Украина совершенно ему не нужна. Точно так же и Хамас. Он же борется не просто там, что ему мало места или мало денег. Нет, он хочет уничтожить израильское государство. И это даже не скрывает, это прямо говорит. То есть это вот такие пока, это первые шаги. То есть если вы не испугались от того, что мы хотим уничтожить целые государства, ну мы их и уничтожим. А дальше примемся, дальше и дальше и за вас за всех. Потому что, еще раз повторю, Путин прямо говорит, что однобалерный мир, его нужно уничтожить. А как уничтожить? Вот, пожалуйста, как они уничтожают. И продолжают уничтожать и наши города, и мирные в частности. Новая дата есть у Путина, по крайней мере, говорят об этом наши спикеры направлений, что до 31 декабря хочет он выйти на границы административной Донецкой и Луганской областей. Я уже даже не хватает пальцев, двух рук и, наверное, всего нашего коллектива, сколько раз переносились эти даты. Мы с вами помним, что 31 декабря прошлого года тоже указывалось. Потом была весна, потом был конец апреля, май. Но это бесконечно переносится, потому что ничего не удается. Сейчас не удается и возле Авдеевки. Но, тем не менее, как вы говорите, Ольга Резона в топку бросает всех, не жалеет, туда бросает, на Лимонокупинское направление бросает. Почему так важно до 31 декабря, как вы полагаете? Это перед вот этими выборами Путина важно показать ему какой-то успех? Или зачем он эти цели постоянно и барахтается вокруг тех же самых территорий, понимая, что не может их взять, но нет, все равно будет бросать? Выборы, выборы. Именно вокруг этих самых выборов. И вот эта резолюция, которую приняла ПАСЭ, оно только усиливает желание Кремля изобразить из этих выборов действительно выборы, а не непонятно что, чем они являются. Это некая электоральная процедура, которая к выборам не имеет ровно никакого отношения. И сразу по целому ряду причин она не имеет никакого отношения к выборам. Во-первых, выборы проходят обычно в демократических странах, каковой Россия ни разу не является. Простой пример. Вчера арестовали трех, то есть всех адвокатов Алексея Навального. Это даже для России совершенно беспрецедентное событие. За что их арестовали? Они их обвиняют в том, что они участвуют в деятельности экстремистской организации, то есть фонд борьбы с коррупцией, экстремистская организация, а адвокаты Навального участвуют в ее деятельности. Почему? А потому что они письма Навального носили на волю. И, соответственно, Навальный мог публиковать эти свои письма в телеграм-канале. Таким образом, они говорят обвинение, Иисус с ним, и, ну, по крайней мере, арестовывая адвокатов, соглашается, что адвокаты помогали Навальному из тюрьмы руководить этой самой экстремистской организацией. Но самое важное — посмотреть, когда это произошло. Наверняка ваши зрители не слишком погружены в российскую политику. Мы бы и сами в нее не были погружены, если бы не появился какой-то совершенно странный вброс, что надо принимать оппозицию, участие в этих выборах. Ну, позвольте, какие выборы? Наблюдателей нет, вообще нет, независимых никаких наблюдателей. Даже голос, который раньше наблюдал, это уже давно признали тоже инагентом, и всех переарестовали. Выдвижение невозможно. Ну, более-менее от парламентских партий, может быть, кому-то еще разрешат, но это мы посмотрим ближе к выбору. Агитация невозможна. Так ну какие же это выборы? Да, но это просто некий плебисцит в поддержку Путина, и больше ничего. И в этой имитационной процедуре просто нельзя принимать участие. Ну, появляется Кац, такой есть Максим Кац, и говорит, нет, 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 во всех выборах надо участвовать, и что-нибудь у нас обязательно получится. Да, то есть идет война в Украине, и каждый день гибнут люди. Но мы, вместо того, чтобы думать, каким образом нанести максимальный ущерб режиму для того, чтобы Путина смести, мы будем заниматься выборами. Потому что, ну как же, ведь Путин позволит нам что-то с этими выборами сделать. Но ничего он не позволит. И вот, когда начинают спорить с Кацом достаточно успешно люди из ФБК, в том числе с помощью тех текстов, которые пишет Навальный, вдруг этот канал быстро обрывают, чтобы было неповадно. И вот телеграм-канал Навального, понятное дело, второй день молчит, потому что а так они могут что-то написать, если больше Навальный ничего никому передать не сможет. Зачем это нужно? А нужно как раз для легитимности. Представьтесь на минуту, что все, ну, конечно, слабенькие, но все-таки оппозиционные силы России, не только съезд народных депутатов, которые, я имею честь представлять, и там Форум Свободной России и Гарри Каспарова будут выступать за активный бойкот, но и другие к ним будут присоединяться. И вдруг действительно люди прислушаются, и на избирательные участки не пойдут. И будут картинки таких, ну, достаточно пустеньких избирательных участков. И тогда вот этот призыв ПАСЭ к непризнанию Путина, к тому, что эти выборы уж совсем не являются легитимными, и уж и старые-то были не сильно легитимные решения, тем более, он будет, ну, что называется, вполне себе доказуемый. Будут фотографии, людей нет, никто не пришел. Ну, да какой же он президент? Поэтому сейчас Кремль бросает все усилия на то, чтобы максимально задурить людям голову и говорить, да нет, ну, конечно, можно что-то сделать. Вот сейчас там Борис с надеждой будет баллотироваться еще кто-нибудь. Конечно, можно будет в этих выборах принимать участие. Нет, эти выборы фарс, и в них принимать участие категорически нельзя. Только бойкот, только убеждение всех тех, кого вы знаете, что в этих выборах нельзя участвовать, точно так же, как нельзя, извините, вступать в собачьи или в человечьи. Нельзя, потому что вонять от вас будет. Точно так же и в этих выборах участие принимать нельзя. Тем более, что 23 года у власти Путин с мелкой пересменкой на Медведева, и ведь те тоже предыдущие его выборы Путина, иначе их назвать нельзя, все же продемонстрировали. Но даже если это будет фарса, это будет фарс, конечно, и будут пустые избирательные участки. Ольга, мы же с вами все это видели, когда были псевдореферендумы осенью прошлого года на временно оккупированных России территориях, во время вот этих местных выборов дня единого голосования, выборах Единой России, их тоже можно так, наверное, было назвать, но это же не остановило нарисовать по 89% поддержки Единой России на территории, вот, например, Херсонской, Запорожской областей, которая временно под контролем России. Нарисовали, порадовали, сказали, мы победили, и Балицких поставили губернаторами, и нормально себя чувствуют. И Рогозина, даже сенатором от Запорожской области, это вообще, конечно, такая... Это было бы смешно, когда бы не было так грустно. Да, конечно, они нарисуют все, что угодно. Тут даже нет никаких сомнений. Но мы-то говорим про легитимность в глазах, в первую очередь, мировой общественности. Это для них важно, как это ни странно, да? Вот для этого странного человечка Путина легитимность в глазах мировой общественности важна. И он вовсе не хочет быть таким же, как сейчас есть Лукашенко, когда никто, по большому счету, не считает его избранным президентом. Но, а что касается ситуации внутри, тоже все как-то сложно, да? Ведь почему-то Пригожин дошел до Московской области, ведь почему-то его никто не останавливал. Черт его знает, что там происходит в недрах до того же самого ФСБ. Раз они не останавливали Пригожина, может, они тоже как-то уже задумываются, а что дальше? Так что все как-то это не очень весело для Кремля, на самом деле. Ну и вот, и все-таки открытую мобилизацию не хочет оглашать кремлевский режим. Наша разведка об этом также говорит, но и мы с вами тоже об этом говорили. А зачем поехал Путин в Киргизию на самом деле? Как вы, Ольга, думаете, может, и знаете? Ну, надо же показать собственному электорату, что он еще может ходить, что даже куда-то может выехать, что даже, может быть, даже на коня сесть, понимаете? О, седлать, да. Ну, я уж не говорю про то, что, конечно, изо всех сил хочется сохранить хоть какое-то влияние на страны Центральной Азии, потому что Китай-то там гораздо большую роль сегодня играет, чем то, что из себя изображает Путин. Но есть же еще и Армения, да, вот эта Армения, которая все больше и больше изображает из себя непокорность, мало того, что с Америкой дружит, так еще и вот тут Пашиняна и Римский статут подписал ратификационную грамоту. Теперь, как бы, если Путин в Армению приедет, они его арестоваться, что ли, будут совсем, как бы, от рук отбились. Поэтому, конечно, я думаю, что очень хочется Путину Армению наказать. А вот Политико выходит со ссылкой на Белый дом, что Азербайджан, возможно, готовит очередной виток эскалации нападения на Армению. Мы видели, что Путин встречался в Бишкеке с президентом Азербайджана Алиевым. Они могли тоже какой-то очередной такой план вместе разрабатывать? Какие здесь могут возникнуть тоже риски снова? Вполне возможно, потому что есть Нахичеванская область Азербайджана, которая находится внутри Армении. И, соответственно, Азербайджан хочет к ней пробить так называемый Зангизурский коридор. И, соответственно, после того силового способа, которым Азербайджан восстановил контроль над Нагорным Карабахом, конечно, Армения не хочет вести никаких переговоров по поводу Зангизурского коридора. Мы все с вами видели, какой действительно исход армян из Нагорного Карабаха происходил. Никто там не остался. Больше ста тысяч беженцев для маленькой Армении – это огромная цифра. Поэтому я вполне себе допускаю, что Алиев хочет этот Зангизурский коридор тоже получить силы. И договаривался об этом с Путиным. Что называется, конечно, Путин там что-то типа подписывал с Арменией. Но, как мы знаем, Путин уплевает на все те договоры, которые он сам заключает. И я думаю, что вполне он мог за что-то сторговаться с Алиевым для того, чтобы закрыть глаза на то, что Азербайджан будет пробивать проход в Нахичеване. А вот эти так называемые миротворцы, которые, не знаю, в носу колупались или в телефонах в Армении российские, они продолжают там оставаться? Что нам известно в рамках этой великой, невеликой, никчемной ОДКБ? Ну, а толку-то от них. Вот они были в Нагорном Карабахе, и кого от чего они миротворили, да? То есть, разве что сами из себя могли какую-то миру источать, а больше ничего. Поэтому толку от этих миротворцев никакого. Если сами никого не убьют, так это хорошо. Поэтому, если Путин договорится с Алиевым, то, конечно, Армении придется тяжело. Потому что военная сила сегодня, конечно, гораздо больше у Азербайджана, и они вполне могут за Натисусский коридор пробить себе силы. Да, непростые, конечно, мягко говоря, процессы по всему миру сейчас полыхают. Ольга, будем надеяться, что и ответ на такую кровавую силу будет соответствующий паритетный. Время пришло, как мне кажется. Спасибо вам огромное за этот анализ, за ваши интересные мысли, что вы находите время для нас. Благодарю, всего доброго. До встречи. До встречи, пани Ольга. Ольга Курносова, российская оппозиционерка, а также политический аналитик, была вместе со мной, друзья. С ней была я, Ирина Узлова. Пожалуйста, поставьте лайк нашему разговору. Он непростой, но именно так Ютуб позволит ему продвигаться, так работают алгоритмы Ютуба. Спасибо, что вы слушаете, выбираете, доверяете и, надеюсь, делаете правильные для себя, по крайней мере, выводы. Берегите себя, верьте, вооруженные силы Украины победим. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok